Музей Казанской химической школы Бутлеров занимался химией у Николая Зинина и у Карла Клауса. Первоначальное образование Александр Бутлеров получил в Казани. Учитель физики в пансионе сумел заинтересовать любознательного мальчика своей наукой и познакомил его с химией. Возле кровати Бутлерова появился крошечный шкафчик. В нем он держал свои склянки, с которыми усердно возился в свободное время. Кончил все оглушительным взрывом и небывалым наказанием. В общий обеденный зал служители вводили несколько раз из темного карцера провинившегося с черной доской на груди. На ней крупными буквами было написано «Великий химик». Никто, конечно, не думал, что эта надпись окажется пророческой. По окончанию университета Бутлеров по приложению Клауса и Лобачевского читал лекции по физике, химии и физической географии. В 29 лет Александр Михайлович уже был избран профессором Казанского университета. Чем уникальна наша химическая школа? Это тем, что была сохранена преемственность, и она есть и в современности. То есть мы можем увидеть по стенду, что у Зинина, у Клауса был ученик Александр Михайлович Бутлеров, и уже ученики Бутлерова дальше развивают химическую науку по всей Российской империи. При активном содействии Бутлерова при университете были организованы педагогические курсы, а при них открыта библиотека и читальня. Созывались учительские съезды. Активно работали при университете вечерние курсы для разночинной интеллигенции рабочих, на которых Бутлеров систематически читал лекции. Он был сторонником высшего образования для женщин. Современники отмечали большое обаяние личности Бутлера, его разностороннюю талантливость, широту взглядов и интересов, открытый общительный характер, добродушие, деликатное и снисходительное отношение к ученикам.